И всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами я, Бенни, и это у нас Team Fortress 2, мы с тобой продолжаем, можно сказать, играть в Team Fortress 2, и как ты можешь видеть, у нас с тобой SCP Containment Bridge продвигается, то есть знаешь, вот этот вот мейнстрим по Containment Bridge, он у нас с тобой продолжается, даже не у нас с тобой, а вообще на ютубе, вот как прям сейчас он продолжается, вот кто-нибудь выложил там SCP? SCP Containment Bridge, чух, миллион просмотров, вот так сейчас тоже мы с тобой, мы сейчас с тобой вообще, найдите SCP-079, поговорите с ним, эй, это же, это как он, это компьютер, но мы видим наших через стены, мы в принципе можем узнать, куда нам нужно идти, мы можем особо по этому поводу не бояться, мне кажется, это SCP-079, вон там стоит, который всех убивает, опа, летающие трупы, ладно, Я вот, кстати, на днях играл в SCP, этот, секрет лаборатории, я, короче, там, теперь я вообще мастер, я мастер во всем SCP, и меня перемастерить вообще невозможно, тем более я играл в лестницу, мне которую посоветовали, вот, я вообще ее прошел, можно сказать, на все 250 процентов, мать его! О, за нами какая-то хрень бегает, это SCP тоже? Кстати, следующая карта будет что-то с Five Night at Freddy's связана, там что-то Five или Three Round at Freddy's, что-то такое там было, и сложно сказать, что там будет дальше, блять! А, ну только что же, карта поменялась, а зачем они еще раз? На следующую карту, ну карта же поменялась, вы чего? Ну давайте, допустим, ну третью давайте, а, ему недостаточно одного раза, ну ничего, сейчас мы... А, они пишут, не менять, не надо менять карту, ну да ладно, 15 людей, что-то там налево живы, снаружи линии включено, ну ничего страшного, это, думаю, нам не помешает с тобой затащить, и мы пошли в комнату прям с SCP, ну ничего, смотри, мы будем, наверное, с тобой бегать одни, потому что мы с тобой, как бы, профессионалы в SCP еще те, и нам нужно найти вот эти карты. Ну карты мы найдем, это вообще проблем с этим нету, и то самое легкое занятие, чем вообще можно заниматься в SCP, это находить карты. Ух ты, как драпанул персонаж-то! А знаешь почему, потому что сзади где-то SCP бегает, да? А вот тут нету? В комнате? Мне тут нету, ладно, тут тоже ничего нету. Хорошо, ну ладно, пойдем тогда в другие отсеки, в принципе, сейчас какой у нас будет враг? Так, это уже не Слендер, да? Это черный какой-то. Еще, вот сейчас мы за тараканом идем, он, в принципе, тоже мастер в SCP, он, как бы, знает, что делает, и когда, что, когда надо, вообще классно. И вот такая вот, знаешь, кромешная тишина, она заставляет тебя задуматься о сущности бытия, и вообще, зачем это все создано было, и когда, и с какой скоростью было это все возможно. Где карточка? Блин, место такое, чтобы, блин, карточка лежала, но ее нету. Там, походу, убийца. О, не убийца? Ух ты, что это? Тут что-то светится. Боже, а нафига мне... Опять это он! Нафиг ты мне нужен, а? Продолжим, значит, с собой тему общения насчет SCP, после того, как нас с тобой убили. И это непонятная черная хрень. Это, походу, не SCP, и уж это точно. Так, он прошел, видал, какой я мастер? Мастерей вообще быть не может, а когда кто-то говорит, что он мастерея меня, то он, наверное, может заблуждаться. Ну, естественно, ты же мастер, я же знаю, и, как бы, мастерея... Нас вообще никого быть не может, да, как бы... О, ах! Ах, Тунг! Он думает драться с нами! Он думал побить меня! Ха-ха! О, инженер, молодец! Он решил отвлечь на себя этого робота. Ой, робота этого зомби. Или кто это вообще? Из-за минозери какой-то хрен. Я забыл, какой-то... Отлично, ушел. Идем просто сюда. Быстро сюда заходим и... Получаем карточку, да? Я же тебе сказал, мастер! Мастер и Маргарита! Быть мощнее, только быть не может вообще. Что я за хрень вообще говорю? О, что это? Это зомби. А тут, по идее, у нас за этой... За этой дверью у нас должен быть какой? Лифт. Чтобы выбраться наружу. Подожди, а чтобы выбраться на этой карте, нам что нужно сделать? Нам нужно найти этого. 079-го. Это у нас, похоже, компьютер. Но мы его найдем, и что дальше? Так, туалет. В туалете у нас будут кредитные карточки? Даже не кредитные карточки, а карты доступа. Так, там кроме кучи чьей-то ничего нету. Ладно, пойдемте в женский туалет. Есть карточки? О, карточка есть, я же тебе говорил. В туалетах чаще всего находятся какие-нибудь карточки и какие-нибудь плюшки. Это как бы стандарт. Закон жанра. Так, а тут есть карточка? Сейчас вообще все карточки насобираем, и будем еще победителями. Победителями целого раунда. Хотя мы в SCP вообще, я ни разу не выиграл на этой карте. Потому что карта для меня слишком большая и... Незнакомая вообще. Так, тут ничего нету. Все пропали. Я же тебе говорю, мастер. Так, тут ничего нет. Ну-ка, а тут? Ах, яй-яй-яй. Тут тоже ничего нету. Ну да ладно, наверное тут, возможно тут есть. В принципе, мы и так две карточки собрали, и это уже как минимум неплохо. Так, эти серверу... Сервион грунт, или как он правильно называется? Он идет сюда. Так. Переспрыгнуть мы не сможем. Он убегает! Он побежал за инженером! Он, наверное, побежал правильно. Если инженер... Если туда побежал этот зобий... Опа, вот эта хрень работает, она убивает. Так, ему надо обмануть. Вот так делаем. Ух ты, пробежал, прикинь! Все, отлично. Ну, лифт, открывайся! А лифт не откроется, он меня нахрен посылает. Ну, кто этот лифт-то, а? Козлиный. Я же тебе говорю, мастер в SCP. Я уже столько раз сдох на вот этой вот электрической хрени, что меня просто-напросто невозможно на ней поймать. Это просто несовместимые вещи. Типа, поймать меня на вот этой хрени, это вообще невозможно. Закройте двери! Двери закрывайте! Двери! А, все, он отстал. Че мы паникуем? Паниковать нечего. Специалист по большим пушкам. Пошли. О, смотри! Че серверный грунт может сделать вот этому челу? Он же из одного удара его вырубит. Вот иногда создатели сервера не подразумевают. Хотя, это просто сделано для фана. По идее, как? Подожди, а вот этот хрен он че делает? Это 079? Почему я? Я вообще стоял, смотрел и размышлял, что это за SCP, а тут меня убивает резко. Там два было. Там был инженер и специалист по большим пушкам. Почему именно я? Ух, уйди от меня. Я не вижу, я в гневе. Дай погневиться. Да, именно. Сейчас мы должны с тобой пройти SCP, это по-любому. Потому что столько раз играть и ни разу не пройти, это, конечно, прикольно. Но это искусство, знаешь, проигрывать постоянно в каждом раунде. Это тоже нелегко, я тебе скажу. Потому что на некоторых картах прям вообще очень сложно проиграть. Допустим, с той же карты, где мы собирали бутылочки. Бутылочки. Там, ну, как бы проиграть можно, но перед этим ты выиграешь раз 10. Потому что, ну, реально, там легко так разбросано они, что я не знаю. А вот эта карта, она конкретно настолько легкая, что она сложная. И, в принципе, по ее поводу очень многое можно рассказать. Тут ничего нету. Ладно, пойдемте за скаутом. Так, тут ничего нету. Может, у карточки нету? Нет. Нет, у зомбика нету карточки. А где тогда этот чумной доктор, если тут зомби бегают? Точнее, лежит зомби. А, в женском туалете должна быть карточка. Нету? Да ладно. Тут типа карточки в разных местах спавнятся? Хорошо, значит. Хорошо, значит, мы будем знать. О, кто-то карточку взял. Отлично, вот тут теперь сейчас вот эта ловушка. Отлично, идем дальше. Как мастера сейчас будем проходить вообще вот эту всю хрень. Так, тут ничего нету, ну да ладно. О, да ты... Да ну, е-мое, так засранец-то ты, черножопый. Вот. Его реально, его в темноте даже не видно. Ну, так вот как с ним бороться, а? Ну, вот что за дичь-то, а? Я вспотел вот тут этого происходящего, понимаешь, сейчас... Блин, да ну не в самом же начале! О, нет, он идет, он идет сюда. Отбегаем, отбегаем, бойцы! Бойцы, вот сюда, прячьтесь. О, нет, найф! Я не хотел на тебя запрыгивать! Как слезть с тебя! Отлично. Ну, не в самом же начале, падла! Значит, это у нас... Это у нас Шрек. Шрек, и ничего я по этому поводу сказать не могу. Могу сказать лишь только то, что в Шреке за нами будет бегать Бонни, потому что если играет эта музыка, то у нас будет бегать за нами Бонни. Я ничего по этому поводу сказать не могу, это просто пипец, но как минимум это прикольно. Но он нас сейчас убил, потому что он жесткий. В прошлый раз, вот мы с тобой сейчас играли только что, в этом, как его, в SCP. И ты видел, что он мутил? Он опасный чувак, с ним вообще лучше не связываться, по идее. Ну-ка. Мы как, выиграем против Бонни, мы собрали одну записку и... Бо! Бо! Музыка из Слендермена. Он что, за мной идет, что ли? Ай, блядь! Да ну какого хрена-то Фокси-то приперся? Тут же бот только Бонни. Предлагаю сейчас играть тактично. У нас с тобой сейчас есть какая-то тактика, и мы ее будем придерживаться. Безбегите из болота, найдя 8 записок. И убегать мы в этот раз должны от Шрека, по идее. Ну, так как у нас сейчас никакая музыка не играла, и Шрек не говорил, что вы делаете на моем болоте. Следовательно, из этого, исходя, мы не будем убегать от Шрека. Мы будем убегать от кого-то другого. И непонятно, если честно, от кого. Ну, ничего, я думаю, это у нас для тебя, для меня и тебя, это не будет особой проблемой. И желательно осматривать тут каждое дерево, потому что... А, ну я же себе выбрал маленький размер, но теперь с тобой не придется нагинаться постоянно, чтобы искать записки в деревьях. Просто вот так реально подбежал, глянул такой, вообще на изи, и пошел дальше, да? Классно я придумал? Вообще класснее придумать нельзя. На этом же сервере можно себя менять, как вообще, как захочешь. Захотел себе поменять тело? Вот поменял такой, поменьше сделал. Сейчас, смотри, как быстро они записки находят. Вы че, пацаны? Дайте мне хотя бы одну записку найти, а? Это ж не честно. О, Слендермен на болоте. Офигеть. Ладно. Слендермен и этот? Как его? Чумной доктор? Блин, создатели ничего не попутали? Ну, и мы хотя бы одну записку нашли, это уже хорошо. Найдите путь назад и выберитесь отсюда. Ну, ладно. Я думаю, я, в принципе, дорогу назад помню, и это нам проблема не составит. Просто смотрим, куда они все бегут, и туда же пойдем. В принципе, у нас бега еще достаточно. Вон, видишь, куда они все бегут, значит, туда и пойдем. Изичная карта. У нас вообще невозможно победить. Ну, давай с тобой сначала не будем каркать, а то ты помнишь же, как накаркаем, потом проиграем, как всегда. Это сейчас нормальная же сложность была? Да надо ставить вообще hardest-hardest, чтобы прям вообще тяжело было. Мы вообще тащить будем тогда. Ну, вот все, смотри, мы победили. Мы даже с тобой не напрягались особо. Мы видели двух боссов, значит, двоих слендеров, и мы победили. Понимаешь, как это классно? Но и класснее быть не может. Ну, вон, там все охотятся за... Давай, вот ты бери вот это, какого, Редгарда, а я возьму снайпера. Сейчас время кончится, и мы их всех уничтожим. О, Редгард, куда ты пошел? Редгард, стой! Редгард убегает куда-то. Редгард, у него зубы какие-то. Ну, Редгард, иди сюда! Ты понимаешь, ты проиграл, а я выжил. Так что мы вас уничтожим через 18 секунд. Иди сюда, Редгард. Редгард, иди сюда. А если на тебя сяду? Я могу на него сесть. Все, он от меня не убежит. Я, короче, на него типа сел. Короче, я как бы в него вцепился. Ах, он сбежал, значит, да? Думал сбежать, да? Сбежать думал, да? Не выйдет, я ему скажу. Давайте какую-нибудь другую карту, потому что она слишком легкая. О, люди выбирают карту. Нормально, сейчас, короче... А, нет, снова сейчас карта не поменяется. Да... Зачем они кричат свобода? Да вы, ну, ё-моё, ну, выберите какую-то нормальную карту. Вы постоянно выбираете какие-то непонятные карты, и в итоге выигрывает Don't Change. Давай Ensign. Чё, вы Ensign-а боитесь, что ли, а? Давайте Ensign. Уже три голоса за Ensign. Давайте Ensign. Это типа невыносимая сложность, да? Мы с тобой мастера в переводе английского языка на Транслит. Я думаю, у нас с тобой проблем не составит перевести Ensign. Ладно, пойдёмте другой стороной на этот раз. Если мы ходили направо, то теперь мы пойдём налево. Так, на машине есть что-нибудь? На машине нет ничего. Даже упоминаний и записки нету. Блин, но чешется. Вообще не в... Вообще не в... Не в нужное время. Где? Спай, такой голос. Нет. Нет. Найн. Снайпер, беги. Беги, снайпер. Он за нами бежит? Ха, он всё, не за нами бежит. Лошар. Побежал куда-то вообще в другую сторону. Ну ладно, пофиг нам на этого чувака с бензопилой. У нас, в принципе, свои проблемы. А, так, тут должна быть записка где-то. Я помню. Тут где-то должна была быть записка. А чё у меня нос чешется? Тут нет записки? Записульки нету, прикинь. Этот мужик с бензопилой, походу, её стырил. Я помню, когда раньше пытался пройти слендера, я думал, что последняя записка находится на слендермане. Потому что я реально не знал, где она может находиться. А она, оказывается, где-то в жопе карты находится. Я знаешь, что думаю, может, наверное, этот раунд последний сыграем, потому что по времени, я уже смотрю, надо заканчивать. Семь записок уже реально собрали. Семь. Куда этот снайпер так щеманул, а? Ты что, думаешь найти записку? А тут только что Дэмоман вышел. А там нету ничего. Они сейчас все туда пойдут. Ну да ладно, пойдёмте тоже. Ну, ну что-нибудь есть? Конечно, нету. Потому что тут ничего нету. Да, какой-то босс у нас слабенький. Он всего лишь-то... Нас 14 человек, он убил только троих. И то, мы нам неизвестно, это люди зашли, которые сейчас или которых реально убили. Ну, хотя я в чат смотрю, там вроде киллы несутся, значит, они реально по... Их ты боссу поубивал-то. Да нет, реально, прикинь. Записок вообще нет. Мне кажется, последняя записка где-то в дереве. Ладно, пойдёмте в эту сторону. Надо деревья, короче, рассматривать. Возможно, записка где-нибудь в каком-то месте лежит, где все пробежали, но думают, что... Как бы, знаешь, когда вся толпа пробегает в одном месте, где-то спереди бежит чел, который впервые всех. Значит, он пробегает в какое-то место, думая, что там нет записки. А те, кто бегут сзади, они думают, ну он же проверил по-любому, так что можно там не проверять. И тут, похоже, по такому же сценарию всё произошло. А, эскейп уже? Да вы чё? Прикинь, пока с тобой разговаривал, я не заметил, как мы можем выбраться. Опа, опа, ну ты чё? Думал поймать меня, да? Ну, удачи тебе. Всё, выбрались. Можно теперь сесть на танк. Точнее, сесть в танк и закончить на такой ноте. Если тебе понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх. Подписывайся на мой канал, вступайте в группу в стиме, вступайте в группу в контакт. С вами был Иваны. Всем удачи и всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok